Смотрите в сегодняшней программе. Я Эммануэль Беллоу. Наша программа познакомит вас с самыми необычными домами на планете. Эти дома потрясающие и экологические. Лучшие экологические дома мира. В большинстве крупных городов есть большие парки. В Лондоне – Гайдпарк, в Нью-Йорке – Центральный парк, а посреди одного из крупнейших городов Северной Америки на площади в 400 акров раскинулся Хайдпарк. В городе Торонто есть один человек, который решил построить дом с видом на этот парк. Когда-то на месте этого дома была пустошь. На рынок недвижимости она была выставлена около 10 лет тому назад. Обычные строители обходили ее стороной за крутого склона. Однако один архитект решил для себя, что он сможет построить здесь дом с помощью принципов экологического дизайна, ведь для него экологичность – главный принцип строительства. Этот дом построен из переработанных, вторично использованных и обновляемых материалов. В абсолютно любое время года потребляет энергию максимально экономично. Этот дом площадью в 465 квадратных метров построен фасадом на юг, что обеспечивает максимум солнечного света зимой. Поскольку он построен на склоне холма, то сама земля служит ему защитой. Зимой от холодного ветра, а летом от палящей жары. Грэм Смит – эко-архитектор. Он живет в этом доме с женой Дайной, спортивным терапевтом, 9-летней Зоей и 6-летней Кэйти. Большую часть своего времени они проводят на нижнем этаже. Он построен по открытому проекту, и здесь располагаются уютная гостиная, столовая и кухня. На втором этаже находятся детские спальни, а также весьма необычные хозяйские спальни с ванной. На верхнем этаже имеется выход на веранду с подогреваемым бассейном и зеленой крышей, площадью в 93 квадратных метра. Привет, вы, должно быть, Грэм. Привет, Эммануэль, рад познакомиться. Как дела? Прекрасно, спасибо. А у вас? Чудесно, добро пожаловать в наш дом. Замечательное местечко, спасибо. Вы построили многоуровневый дом, это очень интересно. Да, наши окна выходят на улицу, но по сути весь наш огромный дом как будто бы врос в холм. Только безумный архитектор мог прийти сюда и сказать, «Эй, а я могу построить дом на холме». Вы видели то, чего больше никто не увидел. Нам хватило безумия и отважиться на этот проект, и мы довели его до ума. Четыре года на проектирование и два года на строительство, и в результате получился шедевр инженерного мастерства. Поскольку дом расположен на склоне холма, то даже на первый этаж приходится подниматься по лестнице. Потрясающе, у вас здесь очень просторно. Верно. У вас здесь кухня, столовая и гостиная. А еще здесь потрясающий вид из окна. Прямо на городской хай-парк. Да, и не скажешь, что вы живете в городе. Весь дом окружен зеленью. Из этих окон открывается роскошный вид на парк, но также они участвуют в пассивном солнечном отоплении, да? Да, у нас здесь вообще дела. Солнце устоит прекрасно по утрам, оно светит нам с восточной стороны. Зимой солнце дает нам дополнительное тепло, зато летом наш дом полностью защищен от солнечных лучей. Какой у вас замечательный камин. Да уж, в нашей гостиной это центральное место. Очень хороший акцент. Это камин Рамфорда. Его придумал граф Рамфорд. Он понял, что обычный камин, довольно узкий, низкий и глубокий, совершенно не годится для отопления. И поэтому он создал такой камин с более широким и высоким отверстием. Благодаря такому устройству камин стал отдавать гораздо больше тепла комнате. А чем вы его отделали? Это выглядит совершенно потрясающе. Это декоративная цементная штукатурка. А эту замечательную текстуру мы придали с помощью деревянных форм. Интересное решение, вполне доступное и для всех. Главное придумать, где его применить. Да, этой штукатуркой мы украсили верх камина, а еще один уголок с цементной штукатуркой находится в гостиной. Может, расскажете нам о симпатичном слонике? Он просто прелесть, да? Да, это Гордо. Эту кличку дали ему мои дочери. Гордо — это слоненок, придуманный Чарльзом и Рэем Имсами. Ваши дочери играют с ним или хотя бы сидят на нем? Нет, они просто гладят его перед сном. Скажите, а чем выложен ваш камин? Это большая сланцевая плитка. Почему вы выбрали сланец? Это очень приятный камень, он очень честный и совершенно не блестит. Как это честный? В каком смысле? Лично я считаю, что человек должен иметь возможность определить материал при первом же взгляде на него. Вам должно быть это знакомо. Мне должно быть это знакомо, спасибо. Сейчас дизайнеры любят работать с ламинатом и разными пластиками. А это простой и честный материал, как кирпич, как бетон, как сталь. Да. Мы стараемся почаще использовать такие элементы. Нам всегда нравилось иметь дело с честными материалами. Здесь же находится серьезная печка. Она обогревает весь дом. И у нее это неплохо получается. Такие печки зачастую называют закрытыми или русскими печками. Эта печь совершенно закрыта. Единственное, что в нее поступает, это воздух. Он попадает вот в эту камеру. Отсюда он поднимается во вторую камеру. Воздушный поток постоянно обдувает дрова, поэтому они горят так жарко. А наверху, во вторичной камере, газы прогорают. Да. Потом они попадают в третью камеру. Оттуда воздух опускается вниз, по бокам печки, собирается внизу, а потом уже по трубе поднимается вверх. Эта печка работает на внешней тяге. Весь воздух остается во внутренних камерах. И благодаря этому она превосходно обогревает дом. И главное, поскольку речь идет о мощном воздушном потоке, печь дает очень чистое пламя. Как долго она удерживает тепло? Если протопить ее 3-4 часа, то она будет держать жар в течение двух суток. Естественно, тепло от печки передается и в печную трубу, которая выходит прямо в наш садик на крыше. Невероятно. И давно эту печку изобрели? Давно, несколько сотен лет назад. Их больше не используют. На нашем континенте почти нет. Но если вы зайдете в старинный дом, скажем, в Скандинавии, да, или в Прибалтике, в России или в Германии, то вы увидите довольно много таких вот печек. Многие из них были сделаны из керамики. Ясно. А идея такой вот печки дошла до нас аж из Древнего Рима. Между гостиной и кухней находится столовая. Над классическим столом, сделанным в середине прошлого века, висит светильник работы дизайнера Ахилла Кастеллионе. А в дальнем конце необъятной гостиной находится кухня, будто сошедшая с журнальных снимков. Прекрасная кухня. Спасибо, нам тоже нравится. Это сердце нашего дома. Да, она очень просторная. Мне очень нравятся ваши стальные столешницы. Вот это плита. Да, это стандартная коммерческая плита. В нашем доме мы используем природный газ только для нее. Газовщики названивают нам с вопросом, а живет ли кто-нибудь в этом доме? А почему? Потому что за газ мы почти не платим. Я пытаюсь объяснить им, что мы используем геотермальную систему. Геотермальная система играет важнейшую роль в замыслах Грэма по сбережению энергии. Она проходит под бетонными полами и нагревает воду. Под нашим домом проложены трубы. Трубы длиной в 500 метров проходят прямо под нашим домом. Вглубь или... Да, вглубь. Они соединены с теплонасосом, который, по сути, является обычным компрессором, таким, который установлен в нашем холодильнике. Например. Ясно. И мы имеем дело с компрессионным циклом. Либо от высокого давления к низкому, либо от низкого давления к высокому. В зависимости от цикла он генерирует либо тепло, либо холод. Попробую объяснить это понятно. Аэрозольный баллончик находится под высоким давлением. Так. Когда вы нажимаете кнопку, давление в нем падает. Он охлаждается. Верно. И наоборот. Если бы у вас была возможность накачать в него воздух, то он бы раскалился. По этому же принципу работает и наша система. Мы накапливаем тепло, оно нагревает воду для нашего дома, которую мы все используем. И она нагревает ваш пол. Конечно. Какая потрясающая раковина. Это совершенно обычная раковина, которую мы попросили приварить прямо к столешнице, а потом заполировали швы. Так что у нас здесь еда никогда под ботками не застревает. Здорово. И это может сделать любое, ведь это совсем не сложно. Да, даже самую дорогую раковину, если у нее есть металлическая кайма, можно приварить к столешнице. У вас здесь не так много светильников, но те, которые я вижу, подобраны с потрясающим вкусом. Да, нам хотелось бы, чтобы они были выразительными. Это классический итальянский дизайн прошлого века. Очень красиво. Как и вид из этих окон. Конечно, там у нас находится веранда, я вам покажу. Мы осмотрели первый этаж, а теперь мы с вами побываем на веранде. Что это? Это принадлежало моему прадедушке. Эта табличка была на конной повозке. Видите, тут есть год, 1707. Тут написано «Том». Томом звали коня. 1707 год, это же... Да, это три века назад. Свинцовая табличка. Это свинец? Поразительно, это чистый свинец. Он поразительно долго хранится. Ничего себе древность. Здесь очень здорово. Да, здесь потрясающе. Отсюда мы общаемся с нашими соседями, а иногда и с прохожими. Мы как будто бы живем посреди городской суеты, однако, поверьте, этот роскошный вид того стоит. Внешняя облицовка верхнего этажа сделана из медных пластин. Нам хотелось построить дом из почти вечных материалов. Медь – удивительный металл, потому что она постоянно меняется. Сначала она была яркой, как новая монетка, а теперь она потемнела и стала коричневатой. А после этого она начнет... Вы хотите, чтобы она позеленела? Она позеленеет в любом случае. Видите, перила уже немножко позеленели, потому что на горизонтальной поверхности вода дольше задерживается. Да, для пластин потребуется немного больше времени, хотя, видите, по краям они тоже уже начали немного зеленеть. Пол веранды сделан из древесины, которую завозят сюда из Южной Америки. Она невероятно прочная. На ней практически не приживается плесень, из-за которой пол становится скользким. Да. Привет. Привет. Я Дайна. Очень рада познакомиться. Взаимно, Дайна. Добро пожаловать. Спасибо большое. Вам нравится наш дом? Замечательный. Здесь хорошо, он похож на домик в деревне, да? Качели, которым уже 35 лет, это любимое место на веранде для дочерей архитектора Зои и Кэти. Вообще-то на этих качелях качалась еще я. Девочкам они очень нравятся, ведь у нас здесь нет обычного дворика. У вас есть дворик на веранде. Благодаря вашим девочкам ваши качели обрели вторую жизнь. Точно. Девочки, а вы не покажете мне свои комнаты? Ладно. Отлично, пошли. И куда же мы идем? Наверх? Да. Конечно, наверх. Это моя комната. Классная. А почему тебе здесь нравится? Мне нравится пробковый пол. У вас тут пробковый пол? На этом этаже полы во всех комнатах сделаны из пробки, а на потолках видны металлические балки. Они магнитные, поэтому на них можно много чего повесить. Прекрасная комната. Кэти, а ты не покажешь свою? Ладно. Это моя комната. Прелестная комната, Кэти. И цвет очень нравится. Ты любишь розовый? Да. Какие у тебя тут балки? Они побольше, чем в комнате у твоей сестрички. Да. Ты на них можешь много всего повесить. Да я не дотянусь. Не дотянешься. Спасибо, что показала мне комнату. Дай-ка пять. Держи. Удачи. Спасибо. Куда это вы? Вам бы тут прибраться не помешало. Рядом хозяйская спальня. Вот это я понимаю. Открытые проектирования. Точно. Эта комната меня поразила тем, что я здесь вижу кабинет, еще я здесь вижу кровать, а прямо за мной находятся настоящие ванны. Прямо в вашей спальне, а? Однажды мы отдыхали в небольшом пансионате в Калифорнии. Там были очень романтичные комнаты, и ванна находилась прямо в спальне. И я подумала, почему бы и нам так не сделать? Я смотрю, у вас тут тоже сланец. Да, это тоже сланец. А ванну мы нашли в магазинчике, где реставрируют старые ванны. Какая она глубокая. Она еще очень длинная. А вон там, я так понимаю, находится ваша необычная душевая? Точно, вы угадали, там у нас душевая. Пойдемте посмотрим. И снова сланец. Куда же без него? У вас здесь окна не мешают уединению? Не очень. Внешняя стена сделана под крошечным углом, поэтому прохожие могут увидеть разве что красивый потолок. Кстати, о потолке. Потолок тоже сделан из переработанной древесины. Когда-то эти балки держали потолок в ангаре времен Второй мировой войны. Потом ангар был разобран, но эти балки выглядели потрясающе, поэтому мы решили забрать их к себе в дом. Нам осталось осмотреть последний этаж. Хотите подняться на зеленую крышу? Еще бы, нам сюда? Да, наверх. Эта стена удерживает тепло, верно? Да, она сделана из 9-сантиметрового кирпича. Он весь день накапливает тепло, и после жаркого летнего дня стены остаются теплыми всю ночь напролет. Какие интересные ступени. Вы неравнодушны к фанере, да? Да, верно, верно. Это плод истинной любви. Я взял 35 кусков фанеры и заламинировал их собственными руками с помощью одного парня с моей работой. Мы подклились, что больше никогда не будем этого делать. Да уж, могу себе представить. Работа была адская. Зато каков результат. К тому же вы сделали их абсолютно одинаковыми. Да, они получились на славу, мы их обожаем. Красота. Здорово. Еще одна веранда. Подогреваемый бассейн. Да, подогреваемый бассейн. Немного роскоши. Это основная часть зеленой крыши, которая нас очень выручает. Летом она поддерживает прохладу. У нас здесь около 30 сантиметров почвы, которая работает теплоизолятором. К тому же она удерживает дождевую воду. Под воздействием солнца эта вода испаряется. Благодаря этому и происходит охлаждение дома. Мы сумели найти компромисс между экологией и урбанизмом. И нас это очень радует. Потрясающе. Спасибо вам огромное за экскурсию. Мне у вас очень понравилось. Мы были вам рады. Обычных строителей идея постройки дома на холме отталкивала. А Грэм и Дайна увидели прекрасную возможность жить в центре большого города в окружении природы. На их примере видно, что за дом в центре города не обязательно выкладывать целое состояние. Немного воображения, побольше экологических материалов. И дом своей мечты можно построить практически где угодно. Мы находимся в Чикаго, городе Ветров, третьем по величине городе Соединенных Штатов с населением в 3 миллиона человек. Обрести гармонию дома и на работе не так-то просто. Однако к этому стремятся гости нашей программы. Их профессия – продюсирование рок-музыки. Их цель – жить экологично. В городе Чикаго находятся самые высокие в мире небоскребы и, возможно, самые зеленые в мире дома. Перед вами таверна Виз. Ей 120 лет. Она находится в самом сердце района Хиппи и Баквуд. Когда-то здесь собирались знаменитые пьяницы. Теперь же это самый экологичный дом в Чикаго, в котором появился первый в этом городе ветряк. На подобную перемену отважились Фрэнк и Лиза Массери. Причем на этот подвиг их подвигли излишества, царящее в музыкальной индустрии. Мы всегда считали, что креативные люди должны стремиться ко всему новому. Когда мэр Чикаго заявил, что хочет сделать свой город самым зеленым городом США, Фрэнк и Лиза приняли самое экологичное решение в своей жизни и переехали в город ветров. На 350 квадратных метрах располагаются кабинет, где они продвигают свои идеи, блестящий офисный туалет, а также гостевые покои. Наверху находятся просторная гостиная, кухня и столовая, рок-н-ролльная ванная и очень светлая хозяйская спальня. Еще один лестничный пролет ведет на самую зеленую крышу в Чикаго. Привет, мы Фрэнк и Лиза Массери. Добро пожаловать в наш дом. Проходите. На первом этаже находится наш кабинет. Компания Smoke Vale Records. Работает здесь. Мы занимаемся музыкальным лицензированием. В этом бизнесе мы уже более 18 лет. Кое-что в этом кабинете поражает воображение. Например, стол для пинг-понга и кофеварка. Здесь можно расслабиться, поиграть. А когда тебе весело, ты начинаешь фонтанировать идеями. Так что работает здесь здорово. Но прежде чем здесь появились пинг-понг и кофеварка, хозяевам пришлось хорошо потрудиться над ремонтом своего дома. Мы снесли практически все, кроме разве что внешних стен. Мы убрали старую крышу, а задняя часть здания была полностью разобрана. В то время нам казалось, что здесь разорвалась бомба. И все же мы использовали около 90% того, что было в старом здании. Эти ребята были первыми, кто отказался от пластиковых коробок для дисков в пользу картонных. Им же пришла в голову гениальная идея того, что можно сделать с полом. Эти цветные кусочки на самом деле винил. Мы обнаружили у себя залежи виниловых дисков, которые сейчас уже не в моде. И вместо того, чтобы просто их выбросить... Мы подумали, а почему бы не использовать их для украшения наших полов? На этот пол ушло около тысячи дисков. Мы купили в хозяйственном два блендера и измельчили в них наши диски. Иногда гениальные идеи стоят очень дешево. А вот это офисный туалет. Отделанный плиткой, которую не сразу получится забыть. Это обычная декоративная плитка, но мы решили, что она будет очаровательно смотреться. Эта плитка сделана из кусочков нержавейки, наклеенной на матерчатую основу. И также у нас здесь экономичный туалет. Туалет с двойной кнопкой слива, экономичный и обычный, очень экономит воду. Благодаря ему мы платим за воду на треть меньше. На втором этаже находится, собственно, жилой дом. Помещение выполнено по открытому проекту, а стены хранят маленький зеленый секрет. Эти стены, как и стены во всем доме, сделаны из стопроцентного второматериала. Он ничем не отличается от обычных строительных материалов. Цена та же, разве что второматериалы абсолютно экологичны. Это наша кухня. Вот это, я понимаю, столешница. Раковины встроены в бетонную столешницу. Они тоже сделаны из бетона, и это очень здорово. Однако они ужасно тяжелые. Их пришлось поднимать сюда краном. И, как мне кажется, восемь рабочих переносили их из того места сюда. Им пришлось сильно напрячься. Шкафчики не уступают столешнице. Они сделаны из материала, в котором совершенно не содержится формальдегид. Обратите внимание на то, что все электрические розетки встроены в самое основание шкафчика. В столовой поражают окна, от пола до потолка. Они были сделаны в таком силе для естественной вентиляции. Они пропускают в дом воздух и свет, а при необходимости они могут почти мгновенно охладить второй этаж. Так здорово сидеть в столовой с открытыми окнами и прислушиваться к звукам улицы. Ну, а обеденный стол и стулья явно попали сюда из другого мира. Да, однажды мой брат сказал, что он как будто бы пообедал с Джексонами. На первом этаже мы с вами побывали в кабинете, а на втором этаже в просторной гостиной, кухне и столовой. В углу находятся музыкальные коллекции Фрэнка и Лизы, а также очень красная комната. Мы просто обязаны показать вам нашу адскую дискованную. За моей спиной находятся ванны для гостей. Нам очень понравилось название плитки – «Адский диско». И, конечно же, нам понравился красный цвет. Мы решили, что это как раз то, что нам нужно. Плитка абсолютно экологична. Она сделана из переработанного стекла. Наконец-то мы добрались до нашей спальни. Пол выложен паркетной доской, как, впрочем, и в остальном доме. Мы сделали себе теплые полы, чтобы, когда проснешься холодным зимним утром, ногам было тепло и приятно. Да, а окна мы расположили таким образом, что свет в них поступает в течение всего дня. К тому же мы довольно часто держим окна открытыми, чтобы в комнате было как можно больше свежего воздуха и света. И, наконец, зеленая крыша. На такой высоте приятно отдыхать. Однако не это делает крышу самой экологической крышей в городе. Для начала здесь установлено 30 солнечных батарей. Нам принадлежит самая мощная система солнечных батарей в Чикаго. Батареи вырабатывают достаточно энергии, так что Фрэнку и Лизе не нужно оплачивать счета за электричество. Но здесь есть не только солнечные батареи. Мы с Лизой подали заявление в городской совет с тем, чтобы они внесли поправку в закон и разрешили устанавливать ветряки. Наша просьба была удовлетворена, и мы поставили первый в Чикаго ветряк. Когда постройка дома была завершена, мы получили первый в США золотой сертификат LED как дом, вырабатывающий собственную энергию посредством солнечных батарей и ветряков, а также использующий геотермальную систему для обогрева и охлаждения дома. LED означает «лидерство в экологическом дизайне». Эта программа действует уже около 10 лет. В ней участвуют более 14 тысяч проектов в 50 штатах Америки. Когда прохожие видят на нашем доме ветряки, они обычно кричат нам «Да, молодцы! Так держать!» И это очень приятно. Такой же экологический подход Фрэнк и Лиза используют и в своей работе. Они заменили пластиковые коробки для компакт-дисков на картонные, потому что, по их мнению, будущее за зелеными экологическими технологиями. Программа подготовлена по заказу студии U7.